Смерть, порожденная грехопадением. Когда Бог давал заповедь Адаму и Еве, то ясно предупредил их о том, что, вкусив плод, дерево, познание добра и зла, они смертью умрут. Однако история развивается таким образом, что они вкусили плод, но не умерли, а прожили долгую жизнь, согласно Библии, даже гораздо более долгую жизнь, чем в современном мире люди живут, и народили многочисленное потомство, которое распространилось по всей земле. Так что же это означает? Неужели Бог обманул? Сказал, что умрут, а в реальности они не умерли? Для того, чтобы разобраться с этим вопросом, давайте посмотрим о представлениях о жизни и смерти в Библии. Есть два основных представления. Одно – это самое обычное, которое понятно даже детям. Человек жил, потом состарился, может быть, заболел, может быть, просто состарился. И умер. Его похоронили, поминули и стали жить дальше. С такой жизнью и смертью все понятно. Да, это неприятно, но в какой-то степени неизбежно. И поэтому стоит думать о том, как ты живешь, зачем живешь, и ценить каждое мгновение. А вот второе представление о жизни и смерти имеет несколько иное значение. Однажды к Иисусу подошел один из его учеников и попытался отпроситься на похороны отца. Учитывая одну из заповедей о почитании родителей, причина была очень уважительной. Однако ответ Иисуса был шокирующим. Евангелие от Матфея, 8 глава, 21 стих. «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, «Иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Иисус Христос называет не только физически мертвых людей, мертвецами, таких как отец ученика. Он называет мертвыми и ближайших родственников умершего, которые ничем не отличаются от самого Иисуса или от его учеников с физической точки зрения. Однако очень сильно отличаются с духовной. Иисус и его ученики следуют некой божественной цели. А вот обычные люди не знают ни Иисуса, ни Божьего провидения и ведут обычный образ жизни, сфокусированный на материальных ценностях. Поэтому второе представление о жизни и смерти в Библии – это духовная жизнь и смерть. И с этой точки зрения духовная жизнь – это жизнь под владычеством Бога, жизнь по воле Бога, имеющая перспективы и уникальную ценность. А духовная смерть – это жизнь под владычеством сатаны, с опорой на собственное разумение, эгоистичные интересы и не имеющая никаких перспектив для вечности и с этой точки зрения не имеющая никакой ценности. Физически Адам и Ева, они не умерли, но они умерли духовно, вынужденные покинуть рай и утратив свои отношения с Богом. В первом послании Иоанна, 3 глава, 9 стих, есть такие слова. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человеко-убийца. А вы знаете, что никакой человеко-убийца не имеет жизни вечной». То есть жизнь и смерть определяются способностью или неспособностью человека любить и, соответственно, грешить. То есть если человек духовно жив, то он ориентируется на Божьи заповеди и, соответственно, старается не грешить. Если человек духовно мертв, то ему, в общем-то, это дело совершенно безразлично. Если человек никого не любит, кроме себя, и ни о ком не заботится, кроме себя, то это и есть настоящая духовная смерть. Апостол Павел в послании к кремлинам, 8 глава, 5 стих, говорит такие слова. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышление плотские – суть смерть, а помышление духовной – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. «Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Помышление плотские – это помышление с центром на себе самом. Потому что желание есть, желание спать, желание комфортной жизни, сексуальное желание на материальном плане, то есть они всегда направлены только на меня. То есть я не могу есть за других, я не могу спать за других и так далее. Поэтому живущие по плоти – это люди, ставящие свои физические желания во главу угла. Так как желание тела всегда эгоистичное, как я уже говорил, то тогда и жизнь такого человека сосредотачивается лишь на нем самом. А Божий путь – это путь любви, заботы друг о друге и жизни ради высшего блага. В Откровениях, 3 глава, 1 стих, есть даже такие слова. «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Прям какая-то цитата из фильмов о зомби, что вроде бы и жив физически, но духовно мертв. При внешнем взгляде на того или иного человека очень сложно понять, духовно он жив или мертв. Это можно понять только лишь по его поступкам и определив его мотивацию в жизни. Человек может быть и храмом Божьим, а может быть и жилищем сатаны. При этом по внешнему облику это понять очень непросто. И хотя эгоизм, высокомерие, жадность и другие проявления падшей природы постепенно проявятся и во внешнем облике, все же определить добро и зло можно скорее по поступкам, нежели по внешнему облику. В какое-то время, по крайней мере, человек может выглядеть очень красивым, очень успешным, очень блистающим, но при этом жить какой-то совершенно неправильной внутренней жизнью, совершенно отвергать Бога, всех ненавидеть, осуждать. То есть это вполне возможно в нашем современном мире. Ну и главный тогда вопрос, если мы разобрались со смертью, порожденной грехопадением, что это духовная смерть, Адам с Евой отрезали себя от Бога и начали жить своим собственным умом, и потом передали это своим собственным детям, такой вот образ жизни, то что же делать, если не хочется быть духовно мертвым человеком? Первое послание Коринфянам, 15 глава, 21 стих. «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут». То есть поступая, как Адам, то сделал Адам, предал Бога, поставил слово сатаны превыше, слово Бога, вкусил плод, который было запрещено вкушать, и потом в эгоистичной любви зачал новую жизнь, появились Каин и Авель, и после этого происходит убийство. То есть семья Адама – это убийство, прелюбодеяние, ложь и предательство. Поступая, как Адам, поддаваясь всем этим искушениям, сваливая свою вину на других, в конце концов духовно умираешь. Поступая, как Христос, очищая себя, анализируя себя, фокусируясь на Боге, любя ближних, в конце концов обретаешь духовную жизнь. Вот такое у нас сегодня видео. Если есть какие-то мысли, комментарии, оставляйте их. Ну а я желаю всем хорошего дня. Большое спасибо.